Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы снова на Спасской улице. 20-й век поменял ее облики и названия. В 1918 году она становится советской. Самые кардинальные изменения улицы претерпела в конце 1960-х годов. В преддверии празднования, столетней годовщины, со дня рождения Владимира Ильича Ленина, здесь развернулось грандиозное строительство. В середине 20-го века город остро нуждался в здании, где могли бы заниматься творческие коллективы и артисты самодеятельности. Для этого на месте бывшего Спасского женского монастыря было решено построить дворец культуры для рабочих. На тот момент каменные ограждения монастыря и многие его строения еще стояли в центре Ульяновска, хотя он был официально закрыт в 1920 году. Строительная техника на эту площадку пришла весной 1965 года. Могучий экскаватор, подняв в воздух и раскачав на тросе огромную клин-бабу ударил по забору. В проеме стены выглянул старый деревянный домик. Но скоро не стало ни забора, ни этого домика, писала Ульяновская правда 15 октября 1966 года. Стройка началась в 1968 году и длилась почти 4 года. Велась она на средства членов профсоюзов и фонда социального страхования СССР. Индивидуальный проект дворца был создан Московским Центральным научно-исследовательским институтом по проектированию зрелищных и спортивных сооружений Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Гострое СССР. При строительстве здания использовались новинки архитектуры и первоклассное техническое оборудование. Лучшие строительные материалы и конструкции. Красное дерево, натуральный искусственный мрамор, алюминиевые витражи, полированное стекло, высококачественный паркет. В возведении дворца принимали участие более 20 строительных и монтажных организаций. Многие знают, что стройка мемориальной зоны была всесоюзной, но мало кому известно, что такое настало не сразу. Говорят, идея сделать стройку мемориальной зоны интернациональной и всесоюзной принадлежит ульяновской школьнице Наталье Подателевой. 15-летняя Наташа, отличница, активистка и комсомолка, предложила сделать ульяновск всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Ее предложение поддержали. И в результате на родину Ильича стали ехать лучшие специалисты со всей страны. В итоге мемориальную зону, в том числе дворец профсоюзов, строили, что называется, всем миром. 5 января 1972 года дворец культуры профсоюзов открыл свои двери. Но днем рождения здания принято считать 8 марта того же года, когда на сцене дворца состоялся первый концерт. Зрительный зал тогда заполнили главные герои – рабочие, принимавшие участие в строительстве здания. Первым директором нового культурного учреждения стал Борис Федорович Яворский. Он объединил под одной крышей творческие коллективы, драматическую студию, музыкальный театр, эстрадный оркестр, кружки и хоры. Учреждение множество раз меняло название. Сейчас это дворец Дружбы народов-губернаторский. Одним из важнейших объектов мемориальной зоны стало новое здание Ульяновской средней школы номер один, носившее имя Владимира Ильича Ленина. Его проект был разработан в 1968 году. Его авторами являются архитекторы Дроицкий и Френкий. Вот как писал о проекте всесоюзный журнал «Начальная школа» в 1969 году. Строго и величественно будет выглядеть главный корпус средней школы номер один имени Ленина. 1176 учеников одновременно сядут за парты. Здесь будет актовый зал на 400 мест, большой плавательный бассейн, зимний сад, спортзал, столовая. Ульяновские газеты тоже подробно освещали строительство важнейших объектов в ходе реконструкции центральной части города к столетию со дня рождения Ленина. Регулярно выходил специальный листок областной газеты под названием «Ульяновская правда» на строительстве мемориальной зоны. 16 апреля 1970 года школу номер один посетил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Но ее открытие состоялось позже, 6 сентября. В новом учебном корпусе стали обучаться учащиеся среднего и старшего звена школы с 5 по 11 классы. В старом здании остались учиться младшие школьники. О зимнем саде первой школы в 1976 году даже написала Центральная газета «Советская Россия». Он занимал 100 квадратных метров. Его хозяйкой была преподаватель биологии Анна Владиславовна Сушенцева. Пальмы, олеандры, розаны, кактусы, магнолии, традисканцы – все они росли в саду. Гордостью зимнего сада были бананы, огромные, с двухметровыми листьями и плодами. Также плодоносили инжир и кофейное дерево. 1 сентября 1990 года решением Ульяновского областного совета народных депутатов средняя школа номер один имени Ленина, города Ульяновска, была преобразована в школу-гимназию. Одним из примечательных памятников архитектуры на улице Спаска является здание из красного кирпича, построенное в 1888-89 годах. Именно здесь, в декабре 1917 года, в Симбирске была провозглашена советская власть. В Большом зале на втором этаже здания 10 декабря 1917 года прошло объединенное собрание Симбирского совета рабочих и солдатских депутатов, фабричных, заводских, полковых, ротных комитетов, профессиональных союзов и комитетов политических партий. Жаркие дебаты затянулись далеко за полночь, но в итоге большинством голосов была принята резолюция партии большевиков о переходе власти в руки советов. В 1918 году Спасскую улицу переименовали в Советскую, и носила она это имя до 2011 года. Это здание на углу Спасской с Синой, современных улиц Спасской и Дмитрия Ульянова, ранее принадлежало Уездной земской управе, исполнительному органу земского собрания. Земство ведали вопросами здравоохранения, народного образования, дорожного и почтового дела, сельского хозяйства, ветеринарии, страхования и так далее. Высшими органами являлись земские собрания, губернские уездные. До постройки земского дома уездные присутственные места земского права, дворянская опека по присутствии по воинской повинности помещались в частных домах, что представляло большие неудобства, писал Павел Мартынов. Разработка проекта была поручена талантливому архитектору Михаилу Григорьевичу Алякринскому. В целом образ здания подчинен церковной архитектуре и соответствовал расположенным поблизости постройкам Спасского женского монастыря с южной стороны и Владимирской церкви с северной, писал краевед Борис Оржанцев. Интересный факт. Именно в этом здании земским врачом работал младший брат Владимира Ильича Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Он приехал со своей семьей в 1905 году в Симбирск. Почти два года он не только лечил людей, но и вел революционную деятельность. С 1917 по 1946 года в здании бывшую ездно-земскую праву размещался Совет народных депутатов. В 1946 году здание передали в ведение Министерства обороны и в нем открыли Дом офицеров Советской армии. 17 марта 1970 года была открыта одна из самых впечатляющих частей Ленинского мемориального комплекса, выстроенного в центре города Ульяновска к столетнему юбилею Владимира Ильича Ленина – гостиница «Венец». Она представляет собой большой гостиничный комплекс на 1008 мест. Гостиница «Венец» отвечала всем современным требованиям и являлась одной из самых крупных региональных гостиниц Советского Союза. 23 этажа жилого корпуса высотой в 75 метров с пристроенным к нему трехэтажным ресторанным блоком, переходящим в четырехэтажную жилую часть. Ее строительство было утверждено 7 мая 1967 года, а гостиница начала проектироваться в 1968 году Ленинградским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового экспериментального проектирования жилых и общественных зданий группой архитекторов под руководством Бориса Баныкина. Наряду с советскими гражданами гостиница принимала иностранных туристов. Здесь было ателье, парикмахерское, зал для туристов, магазин сувениров и подарков, почта, телеграф, сберкасса, художественный салон, рестораны, кафе и буфет. На сегодняшний день гостиница «Венец» является лауреатом и дипломантом таких конкурсов, как лучшие отели России и лучшие гостиницы Российской Федерации. Идея сооружения памятника комплекса, посвященного Ленину, родилась в траурные дни 1924 года. Именно тогда оформилось стремление сохранить надолго память о вожде, запечатлеть его образ. В центральной местной прессе в том же 1924 году развернулось обсуждение форм увековечения памяти Ленина. Началось оно статьей соратника Ленина, видного деятеля партии государства Красина в газете «Известия» за 7 февраля 1924 года «Архитектурное увековечение Ленина», где он выдвинул идею создания монументального сооружения в честь Ленина. Красин первым предложил создать памятник, который представлял бы собой дворец, заключающий в себе и музей, и библиотеку с читальней, и залы для лекций и концертов. Это вызвало большую отклик у населения, в том числе и у симбирян. Идея монументального памятника комплекса получила свое дальнейшее развитие и воплощение на родине Ленина в городе Ульяновске накануне подготовки к 100-летнему юбилею со дня рождения Владимира Ильича. 22 апреля 1967 года, в день 97-й годовщины со дня рождения Ленина, в Ульяновске состоялась торжественная закладка Ленинского мемориала. С посланием к потомкам в фундамент здания была вложена капсула. Сейчас она находится под одной из колонн Ленинского мемориала со стороны входа в общественно-политический центр. Ее предполагалось открыть в 200-летие со дня рождения Ленина, то есть в 2070 году. Ленинский мемориал был действительно создан всем народом. Это была поистине всенародная стройка, и благодаря этому мемориал был возведен в необичайно короткий срок – за три года. В 1968 году строительство Ленинского мемориала было объявлено комсомольской стройкой. Сюда съезжаются лучшие специалисты страны, которые строили здания Московского университета, Кремлевский дворец съездов в Москве, здание Совета экономической взаимопомощи, метро – крупнейшие объекты страны. Здесь работало около 30 национальностей из 10 стран. К разработке были привлечены лучшие творческие силы в тот период – архитекторы, художники, скульпторы, специалисты предприятий с разных союзных республик. Сегодня южный фасад мемориала украшает скульптурный горельеф Ленина. На первоначальном проекте этой головы не было. И только по предложению ульяновцев осенью 1969 года было решено поручить извояние горельефа Николаю Васильевичу Томскому, на тот момент президенту Академии художества. На территории мемориального комплекса сохранили три дома, где когда-то родился и жил в разное время Володя Ульянов. Интересно, что все дома находятся на своем месте, где они и стояли при жизни Ульянова. Кроме одного – квартиры музея Ленина. Он был сдвинут на 30 метров. Открытие мемориала состоялось 16 апреля 1970 года. Большую значимость этого события подчеркнул приезд в Ульяновск генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Говорят, руководителю нашей области Анатолию Скачелову пришлось немало приложить усилий, чтобы глава государства принял приглашение. Региональные власти надеялись, что Леонид Ильич Брежнев во время визита в Ульяновск переночует. И в связи с этим даже построили дачу в стиле советского модернизма в селе Карлинское. Она до сих пор сохранилась, так и называется – дача Брежнева. Хотя он в ней не был и провел в Ульяновске всего несколько часов. Но зато Леонид Ильич посадил Березу около дома, где родился Ленин. Ленинский мемориал в советское время был одним из самых посещаемых музеев страны. Он занимал фактически третье место в стране по количеству туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно свыше миллиона людей приходило в музей мемцентра. При открытии Ленинского мемориала 16 апреля его посетило 17 тысяч человек. Среди них было много иностранцев. В советское время посещение Ленинского мемориала входило в официальную программу руководителей зарубежных стран. Ленинский мемориал имеет форму квадрата со стороной 110 метров и высотой 34 метра. Сооружение это настолько качественно строилось, что, как утверждали его проектировщики, рассчитано в среднем на 500 лет. Редактор субтитров А.Семкин